В Москве ликвидировали банду подпольных банкиров. Они незаконно обналичивали деньги. За каждую транзакцию взималась комиссия почти 10%. О том, сколько успели снять со счетов чёрные финансисты, а главное, для кого, в репортаже Дмитрия Блиникова. Офис на окраине Москвы. Помещение маленькое, но деньги здесь делали большие. Миллион девяносто пять тысяч. В этой комнате чёрные банкиры обналичивали деньги. Что-то изъято было у вас? Ну да. А что именно? Компьютеры, телефоны, документы какие-то, печати что? Компьютер. Компьютеры были инструментом. Клиенты – руководители компаний. Просто так предприниматели снимать деньги со своих расчётных счетов не могут. За каждую копейку приходится отчитываться перед налоговой инспекцией. А здесь знали, как обойти это препятствие. Заключали договор на оказание услуг с индивидуальными предприятиями-однодневками. Те ничего не делали, но в отличие от ООО или ЗАО, со счетов ИП безо всякого контроля можно снимать любые суммы. Потом деньги возвращали заказчику, себе оставляли процент. За каждую транзакцию взымалась комиссия в размере 8,5%. Обналичить успели почти 40 миллионов рублей. Теперь ищут заказчиков. Как правило, это директора фирм, которым нужна наличность, чтобы выдавать зарплаты в конвертах или скрыть налоги. Этой схемой бизнесмены пользуются довольно часто. Попадают в некую ситуацию, когда они с расчётного счёта просто так деньги снять не могут, потому что их контролируют банки и налоговая. Им приходится пользоваться данными услугами, потому что просто, чтобы рассчитаться даже с поставщиками, которые принимают денежные средства, только наличные. Ищут и тех, на кого оформлялись фирмы-однодневки. Это могут быть нанятые люди, но бывает, оформляют контору и без ведома человека. Мошенники не оплачивают налоги. Самый главный налог – это НДС, который они не платят. Он копится, собирается, и человека оставляют, когда не использовали эту фирму. Вместе с этими долгами совсем остаётся всё на человеке. Суды, взыскания, конфискация имущества – всем этим заканчивается, если вы стали директором данной фирмы. Пока по делу задержаны четыре человека. Им грозит семь лет лишения свободы. Дмитрий Блиников, Егор Выжлецов, Маргарита Королёва. Вести. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok